Семь утра. Это значит, что на ваших телевизорах программа «Тоблтана». И мой замечательный коллега Багдад Тоблбай. В эфире два часа прямого эфира, ну а мы постараемся сделать ваше утро добрым и бодрым. Поэтому не переключайтесь, будьте с нами. В скором времени мы зададим вопросы викторины, в нашу студию зайдут наши замечательные гости. Ну и мы с Багдадом постараемся поделиться с вами новой информацией, которая будет вам полезна. Бүгін 21-ші қазан, дейсенбі күні жаңапта бастауына алып жатыр. Басталарыны жемісті болсын дейміз, күндеріңіз сәтті өтсін. Дәл қазір енді міндеттірді ауырайын білейдің боламыз. Семеуынге кезек береміз әдеттегі дей, таңыз жаттығыны пайдашы әлді сөз ұзайтын боламыз. Сонымен бірге әдеттегі дей, Викторин сұрақтарды жолдап, женпазарда анықтап, сұйлықтарымызды өз кезекімізді табыстайтын боламыз. Сол сөптенде алдағы уақыты міндеттірді біз бен бір болыңызар дейміз, келіп жедетін сұйлық ұнақтарымыз бенде сіздерді жақынырақ таныстырамыз. Сәлдәл қазір кезекте ауырай болжамына берік, бүнгі күн рая қандай болмақ. Ну, уже действительно осень наступила в свои пора, уже на самом деле уже и был на выходных первый снег, поэтому, друзья, уже одевайтесь теплее, шарфики, так скажем, уже головны уборы нужно доставать из запасов своего гардероба и одеваться намного теплее, потому что есть вероятность уже, что уже вирусы все уже пробудились, поэтому нужно одеваться теплее, чтобы не стать жертвой каких-нибудь заболеваний. Поэтому первым делом это гигиен, и, конечно же, нужно утепляться, не давать своему организму прохлаждение. Ну, а сегодня начало недели, и какова же будет погода за окном, мы узнаем из нашей постоянной рубрики. Ну, а сегодня начало недели, и какова же будет погода за окном, мы узнаем из нашей постоянной рубрики. Практики, мэнде, бұл қарды біз әлде болса көріп сезіп білген жоқ біз. Алда уақытта міндетті, түрде күннің әр ғырай, су ұлтатының баршамызайында айтпаса да, ая науарай болжамы да, дәл соны менгзептір. Сол сөйптенді жалы кейнем жүріңіздер әрқашанда енді қысық кеймдерімізді шығаратын уақытта келіп жетті. Сол сөйптенді дәл қазір барлыға аурулардың шығатын кезеңі болып жатса, сол ауруларға түтіп беруге өзден саламызға сақтауға, әрине, ол өзіміздің қолымызда екен ұмытпағанымыз жын. Сол сөйптенді жалы кейнем жүріңіздер ең басты, сонмен ғатар осы күзге қарамасын, кәзір күз мезгілді кейбір адамдары депрессия болы мүмкін, белгілі бір қойларға шомылып кеті мүмкін. Сол сөйптенді оңдай олардан аулақ болу үшін өзі өздеріңізді жақсы күнге әрқашанда реттеп жүрген деріңіз жын. Ол үшін нестегер, ол үшін таңарты ойынғанығың күмін күйдеріңіз көтерің күбілгерің күбілгерің күнім жақсы өтеттеген сыңайлы сөздерді әрқашанда өздеріңізді жығерлендіру ретінде, мотивация ретінде айтып жүрің керек. Осы сөздерінген мүміндеті түрді күндерің жақсы өтетін өсесіз. Действительно, присоединяюсь к твоим словам насчет того, что осень, в принципе, такое время года, когда каждый из нас подвержен именно вот этой погодой пасмурной, и настроение начинает как раз таки теряться вниз. Поэтому, дорогие друзья, чтобы и ваше настроение было поднятое, и вы просыпались всегда с хорошим настроением, мы введем вот эту программу, и хочу спросить о связи с этим, Багдад, у тебя. Вообще, ты подвержен каким-то депрессиям или вот грусть и уныние – это вообще не про тебя? На самом деле, я очень зависима. Даже если летом пасмурная погода, то я сижу, как полагается, книжным тургеневским девушкам за окном, пью кофе, начинаю смотреть какие-то романтические комедии, возможно, и так далее. То есть я как раз таки в этом плане митезависима и начинаю быть подвержена к погоде, пасмурно или нет. Солнечную погоду как раз таки настроение повышается, оно начинает у меня быть хорошим. Но вот осенью иногда бывает, особенно когда холодно и зябко на улице, у меня настроение начинает тоже уже становиться меньше и хуже. В этом плане я себя утешаю, что я не какая-то там хмурая девочка, которая все время хочет быть в какой-то депрессии, может, или слегка уныне. А вот как раз таки как наши поэты, как и Есенин, Тургенев, они также любили это время года, и как раз таки в это время года они писали свои лучшие произведения. Поэтому я считаю, что в этом плане я хочу быть похожей на них и в творчестве как раз таки себя больше проявлять. И может быть у меня, как и у этих легендарных личностей, получится это больше именно осенью. Ну а какая вам погода нравится, дорогие друзья, вы можете нам позвонить по номеру 54 39 04 и рассказать, метеозависимы ли вы как бы справляетесь с плохим настроением. Так что мы ждем ваших звонков. На самом деле еще знаешь, какой хороший, так скажем, позорлив энергии по утрам выдает именно как раз таки правильная музыка. Если ее настроить, если ты пробудился именно с любимыми мотивами, то думаешь, что этот день должен быть каким-то насыщенным. А вот музыка тебе как-то повышает настроение? Арен, музыка архашанда асеритет, бұл тек қана, біздің айтуымызғанымыз, сонымен ғатар, ғалымдардың пайымдауынша. Сол сөптен де музыкан тыңдап жүргереге, әрбір таңы сайын, көн кеймс көтерінгі болшын, ретке келтірушын, әсеме үнге кезек бергеніме жүн, күніне бір 30 минут сүйікті әндерімізді тыңдағаны жеткілікті деп айтып жатадар енен. Музыкада көн кейгі әсер етеді, жанаға айтқандай ауар айынада тікелі байланысты, шығармашылыққа да сонымен ғатар серпін беруге көмектесетін құралдардың бірі. Музыка дегенде енді кез келген жанының өзің ұнататын жанры болады, өзің сүйікті әуіндері болады, еш кім онымен таласы алмайды, әр адамның талғанымын бөлік сол сөптенде. Енді музыкада маған біргілі тұрғыда әсер етеді, ол мейлі шығармашылық болсын, мейлі өмірді болсын. Көңіл кейін көтерін көб олған кезін жақса өндері тыңдағын келет, көңіл кейін түскен кезде бір мұңғыл әндері тыңдайсын, лирикалыға өндері кезек бересін. Сол себепті мұңғыл әндерді тыңдама үшін осындай ауарай әсер етпе үшін, өзі өзімізді жүгерлендіріміз керек, өзі өзімізді қолға алуымыз керек. Сон мегатар дәл қазырға ауарайында, енді қысмезгілі жақындап кележатқан сыңайлы. Аюлар үйқыға кетсе, адамдар да үйху бас, үйху басатыны белгерес, өзі өзімізді үйху ғдан аулах болғы керек, әдеттегі дейі күнімізді жақсы сәтті баса үшін, әңірден танғыстардың ерте тұру керек, өзінді қайыдыларды естен шарманызды. Вот действительно, Багдад, как раз таки люди начинают тоже засыпать, но тем не менее, мне кажется, нам нужно работать, многим знают, ходить в школу, получить образование и так далее. Дел у нас больше, чем, так скажем, медведей, но тем не менее, просыпаться, я думаю, что нам так же, наверное, тяжело. Вот ты говоришь о том, что музыка как раз таки тебя пробуждает, вдохновляет и так далее. Какой ты предпочитаешь больше слушать классику, может, казахстанскую, отечественную или зарубежную? Ну, я знаю, что ты вообще миломан любишь различную музыку. Главное, чтобы она была хорошей, мне кажется. В этом плане я абсолютно стопа солидарна, но чаще я все-таки слушаю популярную музыку. Я люблю именно наших отечественных исполнителей, Димаш Кудайбергенов. Мне также нравится юное дарование нашей Ержан Максим. Но тем не менее, я еще и люблю российскую эстраду, я люблю как раз таки зарубежную эстраду. Мне кажется, они тоже передают эту атмосферу. Мне нравится Майли Сайрус сейчас. Долгое время она мне очень нравилась, и сейчас она как-то еще начинает приобретать популярность, работает над собой. Мне всегда импонируют люди, которые начинают к чему-то стремиться. И на самом деле это как раз таки хорошо, и поэтому такие вот люди, которые стремятся, они делают именно качественный, так как скажем, по молодежному сленгу годный контент. Поэтому мне нравятся именно те люди, которые идут к успеху, несмотря ни на какие препятствия. Димаш Кудайберген де Вайтыпалдың телегөрмендеримыз естерин сала кетек. 19-жа қазангуды Димаш Кудайберген Санкт-Петербург қаласында Тамаша Жеке концерт өтті. Дәлі сол концерты Игри Крутой ғатысқан болады. Сонымен қатар Димаш Кудайберген барлық авендерін шырқа, да заллық толы болды. Тек қана Ресей елінен келген қунақтарымыз. Сонымен қатар Қазақстаннан, Канададан, Австралиадан келген қунақтарымызда Димаштың концертіне бола келген екен. Сонымен қатар әлемдегі ең үздік, сұлу ер адамдардың арасына жүздікті қортынлаған екен Димаш сол қортынды бойынша 84-ші ғорынға ие болды. Демек Димаш Кудайберген әлемдегі ең сұлу жүгіттердің Қатарлын жәта 7 үз这样тық, ұлағыздық үзі үз Қысы ғорында бұл бергейіп ойлourse күйті үсін үйде facility әлемдегі! Де Jedесіне,коға қамағыздығның әлемдегі живепеп дүж tanықтық тағқынтың құтындағызда қалансыған екен дардыға目мегі о�рамсат үшін үйе жүйіптендіғызда середік таб colin но тем не менее кажется параметры красоты у всех разные недавно кстати тоже определили самую красивую женщину в мире и вот как раз таки оказалась американская модель и поэтому дорогие друзья тем не менее чтобы чтобы кто не говорил параметры красоты у всех краски разные у каждого например кто-то считает красивыми не знаю в 12 кассу а кто-то говорит что самая красивая таблетний спирс то есть параметры у всех разные но тем не менее очень приятно когда именно наши исполнительные отечественные признаются именно топовыми в разных планах по-моему это как раз таки говорит о том что наши казахстанцы идут только вперед и это не может не радовать действительно дорогие друзья мы с вами встретимся буквально через пару минут не переключайтесь а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Комик Тесюге, барын шақолымыздан келгенше, жанкер болып, айгайлап, сіздерге шабыт беру кедаймыз. Комик Тесюге, барын шақолымыздан келгенше, жанкер болып, айгайлап, сіздерге шабыт беру кедаймыз. Комик Тесюге, барын шақолымыздан келгенше, жанкер болып, айгайлап, сіздерге шабыт беру кедаймыз. Комик Тесюге, барын шақолымыздан келгенше, жанкер болып, айгайлап, сіздерге шабыт беру кедаймыз. Вот такие вот за выходные у нас спортивные новости, Багдад, да? Но на самом деле, помнишь, как я говорил о том, что я вот далека от спорта все-таки и не делаю зарядку. Но время изменилось, и каждый раз, когда наши телезрители смотрят разминку, я вот за экраном тоже стараюсь делать пару-тройку упражнений. И я тебе скажу, что это дает свои плоды, потому что каждый раз я становлюсь бодрее, энергичнее, мое тело приходит в тонус, и я как раз-таки вижу плоды того, что ты как раз-таки говорил. Поэтому, я думаю, пришло время то, чтобы и наши телезрители уже сделали свою зарядку, поэтому, дорогие друзья, на экранах телевизора сейчас появится наша постоянная рубрика 3.4. Доброе утро, дорогие телезрители! Вас приветствует спорткомплекс Казахстан. С вами я, фитнес-инструктор Анастасия, и мои помощницы Екатерина и Эйгирим. Ну что, начнем? Теперь упражнение на ножки, но мы не забываем про ручки, добавляем их. Взяли гантельку в горизонтальном положении, сели, убрали к себе, встали. Готовы? Поехали! Раз, вниз, два, вниз, три, вниз, четыре, на пять, пять, вниз, шесть, вниз, семь, ниже, восемь, еще ниже садимся. Шесть, пять, ниже, четыре, три, два, и качаем. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Сидим, убираем ручки. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Два ручки опускаем. Вниз. И выросли. Молодцы! Ну вот и все. На этом мы закончили. Будьте красивы и здоровы. Пока! Будьте красивы и здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok. Будьте красивы и здоровы. Будьте красивы и здоровы. разминку потому что она как раз таки важно очень утром к говорят даже ученые что нужно как раз таки если ты пробудился с утра выпить стакан не холодной воды ну и не теплая вот именно как раз таки комнатной температуры после чего уже делать зарядку и вкусно завтракать а вкусно завтракать нужно всегда потому что это является главным приемом пищи за целый день и от того как у вас пройдет завтра в каком настроении вы так скажем будете есть в такши пройдет ваш сегодняшний день поэтому дорогие друзья те кто сейчас уже завтракает мы говорим приятного аппетита и продолжаем нашу программу жалпы тангы асты тангы жаттуды жасап тангасмызы шевелгеру үшін уақыт керек екен белгілі сол себептен де күнделікті тұрғыда белгілі бір режимды халптастырғандарыңыз жүн күнделікті жеті сағат үйкөз сіздерге жетіп жатыр еде одан асып кетіп жатса ойықларыз хамбай қалу мүмкін егерді оған шетпей қабжаса тағы да сол сияқты бір себеп табылады мүндеттірді қазенді мезгіл келген сайын үйгігі елетіні белгілі қыс мезгілінде тіптен де күн суық аяз болған күндері таңыртын ерте тұрғын келмейді бірақ дегенменде өз өздерімізді бір сабаққа болып ертерек тұрып күнімізді жақсы бастауға мүмкіндік бар таңырты еңгілік таңыз жаттығы жасап үлгіремін десеніздер таңғасты асыққай ішіп жұмыстарымызға уақытлы шығап үлгіремін десеніздер мүндеттірді ертерек тұрған қажет түріп жүргілемін десеніздер 10-15 миннат ертерек тұрған мысардар, түріп жаттығы жасап үлгіремін десеніздер, түргіремін десеніздер, түргіремін десеніздер жөмесіндік үлгіремін десеніздер барлық жасап жұмысқа, сабақырындарымызға дайындалп баруға болады, осындай бір шаңынғанын дүнелерде естен шығармаған дарыңыз жөйін, он он без метод и флорузами дитут арбива трассы на действительно хорошее настроение зависит от того как вы себя настроить потому что с вечера каждый из нас должен уже подумать о том что сделает на завтра составить какой-то график важных дел например там первый пункт я завтра сделаю прозвоню так скажем всех своих потенциальных возможно клиентов или пойду договорюсь на учебе сделаю там у дома шнур по литературе сегодня получу пятерку и так далее у каждого из нас планы разные задачи цели поэтому должны тоже ставится разношорстные но тем не менее вы должны уже выполнить потому что на следующий день когда вы уже будете готовиться приготовлению ко сну вы у себя в голове подумайте о том что я сегодня сделал полезного и как раз таки эти пунктики уже у вас будут галочкой вы почувствуете какую-то продуктивность от себя от сегодняшнего дня того что этот целый день вы сделали полезные дела для себя и уже почувствуете какое-то удовлетворение и ваш день уже ваше настроение будет вас переполнять потому что вы были полезным и продуктивным ваш день был не зря прожит поэтому дорогие друзья стремитесь не только правильно питаться сделать зарядку вести здоровый образ жизни но и также быть продуктивным в первую очередь для самого себя и тогда вы достигнете своих поставленных целей которые вы возможно поставили на год на месяц на день на неделю поэтому дорогие друзья не забывайте быть правильные ставить правильные приоритеты и стремиться к ним к примеру прежде тем как я уже ужинул я думаю о том чтобы я сделала полезного на завтра например как бы я описал я уже знаю например куда я поеду какой сюжет примеру да и я уже думаю о том что в принципе как можно было бы его обыграть какую историю можно было придумать какие слова фразеологизма можно уже так скажем туда подставить кого можно позвать на нашу программу кто бы был полезен и интересен нашим зрителям какие вопросы можно ему задать вот как раз таки эти пункты я ставлю уже перед собой на следующий день и когда я их выполняю я уже утром стою намного легче по утрам потому что ты уже выполнил какие-то так скажем обязательства не только перед собой но и перед нашими телезрителями потому что ты ответственный за то что они сейчас смотрят поэтому ты стараешься готовиться к каждой программе и как раз таки ввести ее на хорошем уровне которого нас ждут наши телезрители а вот ты ставишь перед собой какие-то задачи нас на на день или ты уже только это делаешь утром как у себя так и считалось что ты можешь, что ты не можешь делать для diferенства и так на детстве, luck и начинаются с вами, которые я решу, что они могут быть вступят уходить, что, как вы такая политика? как вы меняences на том, что я… Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а наши телезрители могут присоединиться к нашей беседе, могут рассказать о своих полезных привычках. И позвонив по номеру 54-3904, это вам телефон нашего прямого эфира, поэтому звоните, нам будет с Богдатом интересно услышать о том, какие у вас традиции по утрам, какие у вас ритуалы. Возможно, вы поделитесь своим каким-то лайфхаком, мы с Богдатом как раз-таки примем его на себя и потом в следующих эфирах обязательно расскажем, насколько они были полезны и смогли ли мы придержаться ваших каких-то советов. Поэтому 54-3904 мы открыты и рады вашим звонкам. Продолжение следует... 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 Оперативно, доступно, интересно, все самое важное из жизни области в выпусках новостей телеканала Кустанай. Оперативно, о главном. Объективно, об актуальном. Каждый день новости дня в онлайн-режиме на сайте Кустанай ТВ. Также мы есть в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Твиттер. Будьте всегда в курсе событий. Наши новости для вас. Нашты ембек нарығыннан тұс қалған. Диплом мен ауға бағдаламасының аясын кеңейтіп, жұмысты жаңа денгеде жалғастыруымыз қажет. Үкіметке келесі жылдан бастап осы бағдаламаны қаржыландырууды 20 миллиард тенгеге жеткізуді. Үкіметке дарынды баланың қабілетін дамытудың жол қартасын әзірлеуді тапсырамын. Қазықстан мен Қостанай облысының спорттығы өмірінен аса қызықты деген оқиғалар. Біздің жерлестеріміздің республикалық және әлемдік ареналардағы қол жеткізген жетістіктері, мамандар ескертпелер мен жас футболшыларға ақыл кеңестері, женгіліс мен женістің үндестігі футбол әлеміне саяқат 11-ге 11 бағдарламаса. Тұлпардың тұяғымен жазылған тарих. Ел басының рухани жаңғыру бағдарламасын жалғасы, олыдаланын жетіғыратты мақылас аясында жарыққа шыққан жоба. Жетіғыр найқындаған елдің болашағы баянды келешегі кемел. Тарихқа тағызым, қорпаққа мана, мұны мұтуға хақымы жоқ. Атамыра бағдарламасы сәрсен бүгіндері қостанай келерінасында кешкі сағат 18 жермада. Ну что ж, дорогие друзья, мы просим прощения за нашу техническую неполадку, но тем не менее мы продолжаем нашу программу. Мы с Багдатом напоминаем о том, что у нас есть заготовленые вопросы викторины специальны для вас. Первый из них звучит таким образом. Кто является автором афоризма «Высокие ожидания, ключ к успеху»? Если вы уже знаете ответ на данный вопрос, то звоните по номеру 54-3904. Мы с Багдатом будем рады принять ваш звонок. Ну а тот, кто дозвонился первым, еще и ответил на вопрос правильно, в конце программы получит приз от нашей телерадиокомпании «Костанай». Поэтому, дорогие друзья, звоните по номеру 54-3904. Мы ждем ваших звонков. Боған шанғана техникалық ауыларға кешірім сұраймыз. Бағдармамызды текелі желде әр ғырай жалғастырамыз. Алғашы викторны сұрақты уақыты келіп жеттенде, ше сіздерге жолдай, алғашы сұрағымыз бұна дай болмақ. Мұна афоризмның автор кім үлкен өміт табыз кілді. Егер де жауапыныз қаларыңыз болып жатса, 74-39-04 жил сарқыл ардамызға қоңырышалы бұй жауаптарыңызда қайыра алақсызар. Ардамызға алғашы көл қабырлысы бұдар шоуапырген телегөрменімізі бағырымымызды, сонда женгіпазып танытын боламыз. Алғашы сұрақты жолдадық, сұрағымыз көвелдіктің астыңы жаңанды көре алақсыздар, Действительно, дорогие друзья, не переключайтесь, потому что в нашу студию зайдут наши замечательные гости. 54-39-04. Мы работаем в прямом эфире. Продолжение следует... 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 Нет, мы ставим постановки только когда нам говорят, то есть вот на данный момент мы проект уже почти закрыли, и откроется он только в следующем году. Скажите, вот ребята, которые видят ваши, так скажем, спектакли, им насколько это интересно? Сколько они, как вы считаете, сталкивались с такой проблемой? Каждый сталкивался с такой проблемой, независимо от возраста и пола. К вам подходят, допустим, на улице говорят, вы верите в Бога? То есть раньше когда-то ходили такие люди и вот так говорили. Или, допустим, вам оставляют брошюрки в почтовых ящиках, или подходят вам, дают какую-то определенную религиозную литературу. И, соответственно, от этого не скроется никто. То есть и в таких ситуациях нужно звонить в полицию. Ну что ж, Юлия, к вам вопрос. Как вы считаете, вообще у нас много вербовщиков, у нас много людей, которые, в принципе, восприимчивы к таким словам, которые поддались вот здесь у таких вот нехороших людей? Ну, в цифрах я вам, конечно, не скажу. Это некие процессы, которые проходят латентно. Но по числу обращений в наш центр, например, или мы общаемся с коллегами в других областях, мы видим, что достаточно много семей пострадали от действия таких вот псевдорелигиозных организаций. В среднем за год к нам обращается где-то человек 60-65, около 70 с жалобами на те или иные организации. И когда эта проблема приходит в семью, когда кто-то из членов семьи с большой долей фанатизма начинает увлекаться новой религиозной какой-то идеей, которая очень кардинально разделяет интересы семьи и интересы организации, например. Которая стремится изолировать нового члена, отрезать все социальные связи. Человек теряет прежние интересы, увлечения, круг общения у него меняется. Как правило, в семье это связано с высокой долей конфликтности, семьи распадаются. Родители начинают делить, в какой вере воспитывать ребенка или по каким канонам хоронить усопшего. Это всегда очень больно. Но сегодня эта проблема касается не только интересов отдельной семьи, понимаете. И поэтому очень важно, чтобы молодежь, будущее нашей страны, в общем-то, очень ответственно и с пониманием подходила к этим вопросам. Вот то, чем занимаются ребята, это действительно очень важная работа. И она ведь идет по принципу равной-равному. Восприятие идет очень хорошее, когда приходит практически твой сверстник. На пару лет, предположим, старше тебя. И на одном языке, просто, доходчиво и доступно, начинают показывать механизмы. Как человек шаг за шагом отрывается от светских установок ценностей нашего традиционного общества и уходит с головой религии. Как это происходит, порой незаметно. Потому что вовлечение в эти организации, оно, как правило, не связано сразу с тем, что тебе открыто будут декларировать какие-то религиозные или политические цели. Нет. Это все строится ненавязчиво, замечательно. То есть люди устанавливают контакт хороший человеческий. Зачастую это связано с взаимоотношением полов, то есть какие-то привязанности, влюбленности и так далее. Для молодых людей это очень актуально. Эти технологии, они очень активно используются в соцсетях, понимаете. Потому что очень большое количество времени молодежь проводит в этих организациях. Когда я вконтакте забила в поисковике слово «Ислам», у меня вылез бесконечный список групп, которые пропагандируют ислам. Когда начали анализировать, какой там ислам пропагандируется, ну, наверное, добрая половина была связана именно с нетрадиционным исламом, который оправдывает употребление насилия и пропагандирует рознь среди людей разных вероисповеданий, национальностей. Скажите, а чаще всего какой контингент людей оказывается в зоне риска? Это тема, в которой практически не существует групп риска. Потому что на сегодняшний день такое большое количество вот этих самых организаций, которые сегодня политкорректно называются новые религиозные движения, там, современные религии. Их очень много. Часть из них занимается лечением. Люди не идут в традиционную медицину, отправляются там по святым местам и так далее. Кто-то там предлагает трудоустройство, например, да, или декларируют какие-то культурные, развивающие цели. Много псевдопсихологических таких организаций, псевдобизнес-тренингов, за которыми стоят какие-то религиозные организации. Вот. И об этом нужно знать, особенно молодым людям. То есть сегодня попасть вот в такую псевдорелигиозную организацию можно, даже если ты совершенно не религиозен, когда ты совершенно не ищешь Бога. Вот. И, как правильно сказал Алексей, там идет ответ на твои потребности, на твои интересы. Ну что ж, на этом мы хотим прерваться, потому что, как рассказывают наши коллеги, нам нужно как раз-таки посмотреть на нашу следующую рубрику. Ну что ж, на этом мы хотим прерваться. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 попасть в финал и побороться за главный приз а какие команды уже прошли финал прошли 4 команды участвовал на второй прошли три команды на данный момент это команда к вен починки сборная костоянского района вот они и команда квн сейчас скажу кому стинского района час пик называется ну поскольку у нас здесь уже финалисты ребята поздравляем вас в вашей молодцы что уже прошли туда и хочется с вами поближе познакомиться начнем с вас расскажите вы наверное самый молодой участник команды даже расскажите как вы пришли в кв я не знаю даже я вроде бы снимался в каком-то ролике в школе и как-то попал ну как получилось все как во сне понятно кирилла вы нас в школе проходил к вен и отбирали самых лучших отправили на школьную лигу к вен там мы женсултаном показали себя и нас зарекомендовали за сборную костоянского района скажите а как долго ваша команда вообще уже существует это первый раз к наша команда так собрались со всех районов собрали нашу команду и вот только первые зашли в сезон лиги достар и уже такой успех да сколько вы вот получается до играли в квн может быть какие-то скетчи показывали в школе или вот уже первых на сцену и уже вот такой вот успешно нет мы в школе показывали более себя уже активно женсултан а вот сколько тебе лет 10 лет 10 лет на и ты уже на сцене как себя чувствуешь комфортно расскажи свои любимые роли вот например я уже поклонница этого твоего так скажем актерского мастерства мне понравилось как ты играл большого босса если ты не помнишь у вас на сцене помнишь расскажи может у тебя какая-то есть любимая роль именно вот играть для вас и команды у тебя очень круто получается если говорить о вообще в целом скажите рахат отличается ли лига с тем что было в прошлом году или уровень насколько он вырос и растет ли вообще у нас квн хоть и говорят что квн уже не тот но тем не менее в кустана и он как раз таки развивается или уже тоже как и в россии кустана и он отлично развит думаю потому что ездит многие колончики наши выпускники лиги в алмату и очень люди удивляются то что кустанайский квн ну все знают по казахстану что кустанайский квн он сильный и уже две команды сборной кургалжино может слышали с высшей лиги что уже участвовала также участник команды сборной снежногорска бегу а то фейсбол он тоже выпускник тоже участвует на данный момент прошел высшую лигу и и до сих пор играет квн я думаю это хороший показатель того то что в кустанайском кустанайске квн еще очень активно развивается это же суши на меме зетра хаброласом кормим баркен айрлтан скил и железь доброе утро вы прямом фире айрлтан кустанай хазангеле сэлеме цвета нас пола а вы holго дые а отмен где вот это ты это что не рано хот's Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А у вас она есть? Да, со школьной лиги я начинал, показал балет, это в пачке. Я очень сильно засветился, мне дали лучшего актера 2018 года. А так, у меня нет главной роли, мне любая роль подходит. Я все могу, все умею, да? Скажи, Кирилл, а в каком ты классе? Ты учишься? Я в 11 классе. Выбор профессии уже определен? Нет. Еще нет? Нет. Но тем не менее, как ты считаешь, будешь ли ты продолжать свою деятельность в КВН? Да, буду. То есть у тебя есть уже какие-то планы? Да, есть. Если поступлю в любой вуз или колледж, буду продолжать там КВН продвигать. Рахат, скажите, пожалуйста, а вот жюри, кто был, кто эти люди? Расскажите, и может быть, их критерии в судействии. В жюри были известные люди, Кустаная. Были из департамента коррупции Смогуова Даниар, Кукжанова Зарина, президент клуба молодых предпринимателей Жасат Амикен. Копьянова Гульмира была, депутат областного маслехата Илья Скобжасаров, он также выпускник лиги и участник команды КВН сборной Кургал-Жено. И также был Мирас Адамбаев, совладелец футбольного клуба Дерби и лауреат Золотой книги молодежи. Ну, жюри была компетентная и хорошая. И вопрос у меня к Жан Султану. Скажи, пожалуйста, как ты волнуешься перед сценой, или тебе море по колено как-то в этой эмоции? Я уже привариваю. Ну, тебе нормально? Я с садика уступаю. Мне нормально. Ну, ты, наверное, будешь прям профессионалом уже к годам Кирилла, да? И, как минимум, администратором, да? Я знаю. Ну, что ж, ребята, спасибо, что вы пришли к нам в студию, рассказали о Лиге Достар, рассказали о своей команде. Надеюсь, что вы выиграете и уже зайдете сюда к нам в студию победителем. Ну, а вы станете, я не знаю, президентом нашей Лиги. Поэтому, дорогие друзья, спасибо еще раз и пару пожалеланий для наших телезрителей. Кирилл, мы начнем с вас. Дорогие класснояйцы, желаю вам успешного дня. Смотрите на все с оптимизмом. Жан Султан. Госнесс Кобой, желаю вам счастья, здоровья, хорошего дня. И все. Ну, и отличное пожелание. Надеюсь, хороший день будет у многих из нас. Рахат. Хотел бы пожелать молодежи, чтобы они развивались в разных направлениях, не только по специальности, на которой они учатся, и делать то, что им в удовольствие. Все. Отличные пожелания. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Келгендеринзе рахмет. Хадрил телекорумедер. Арнамызан алысты маңызар. 1 минуттенге жүзсетін боламыз. Музыка адам жанын жарқындатып, жалында тұтыйыз. Кезек әсеменне. Музыка адам жанын жарқындатып, жалында тұтыйыз. Музыка адам жанын жарқындатып, жалында тұтыйыз. Музыка адам жанын және маңызэ. Музыка адам жанын жанын және маң characters вам like, Музыка адам жанын жанны тұтыйыз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Арена Чудес деген біздің цирковой ансамблемыз бар, солардың қасылышылары жанға екінші орынға еленген болатын. Осы тобыстар жыл сайын болатын байқау айналама, әлде бұл 2-3 жылда бір рет орында қалай болмақ болашағын? Арене жоспарда бар, одан да бұл енді бірінші жоба алғашқы жоба болатын өткізілген барлықы минус-плюстерін есептеп, одан да күркемрек, одан да күштірек қалып өткізсек деген ойда бар. Енді ақшалай жүрделер, бағалы сұйлықтар деген енді болалмады бізде осы жағдайда, осы бірінші немізде, минрамызда. Келесі де осыны күшкене өзгердіп, басқаша ауқымды керемет шаралетінде жыл сайын өткізіп тұру жоспарымызда бар. Алы оған мақсат шоспарымында, тағы да қандай байқаулар болуы мұлды? Мүмкін бірдемеге дайын ғалып жатқан жағырсында? Жаңақ жұмысшы жастар арасында өлкен байқауға дайындық жүргізіп жатыр, соны өткізі ойда бар. Артынан келесі де бөлсе жатарымыз, әлі жоспарда болғандықтан. Осы шығармашыл жастарды байқау, бағылау, соларды табу, жаңа есімдер еңгізу бар мақсатында жаңақ ойымдастырып жатқан жоламыз. Тамаша, өшірін емемізді тұрай қабырласын көрмен бар кен қабылдайық. Қайырылтан сіз кележелдес? Добра утра, бұйтқырым ом эфире. Мен, Маузы көріп. Сәлем есіпе, таңыз бұлайық? Маузы көріп, таңыз бұлайық, таңыз бұлайық, таңыз бұлайық. Маузы көріп, таңыз бұлайық, таңыз бұлайық, таңыз бұлайық. Маузы көріп, таңыз бұлайық, таңыз бұлайық, таңыз бұлайық. Маузы көріп, 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 таңыз бұлайық. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Или без музыки? Добавил DimaTorzok 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 Давайте с каждым из вас поближе познакомимся. Начнем с Олега. Олег, расскажите, как вы все-таки попали на этот конкурс, как вам участие в нем. И расскажите о себе, как вы все-таки пришли к тому, что вы сейчас уже участник военно-патриотического клуба «Разведчик». В разведку попал я еще два года назад, так как услышал после соревнований, то, что тренер видел меня, показался как-то перед ним, заинтересовал. После этого решил прийти, записаться. Поначалу ходил, занимался. После буквально двух-трех недель тренировок начал ездить на выступления, больше тренироваться, заниматься. Также участвовал в различных соревнованиях по АРБ, так как армейский рукопашный бой. Достаточно медалей и грамот заработал за вот это проведенное время. Ну и все, сильно хвастаться не буду. Но мне есть чем, да? На самом деле вы так интересно рассказываете. Как будто, мне кажется, это название специально придуманное, как уже бывалый, так скажем, солдат, когда я была в разведке. У нас просто руководитель наш служил как разведчик. В разведке, да? Да, и он об этом все знает и нас учит, подготавливает в военную службу. Понятно. Я, кажется, думаю, что вы будете хорошими солдатами-раборщиками. Ну что ж, Даниэль, если расскажите вы о себе. Да, я учился в школе, вот это мой брат, и через него я услышал про разведку. Также со школы уже хотел пойти в разведку, потом мы поступили в колледж, поехали на сборы. На сборах я хорошо себя показал, и меня позвали в разведку. И вот после этого я начал заниматься разведкой. Также ездил на выступления, и очень сильно понравилось. А что вы делаете на соревнованиях? Как они проходят, где? Ну, в разных. Проводим сборы на полевых, потом разные соревнования. Вонзированные кроссы проводим. Рукопашную РБ мы проводили в прошлом году. А вот хорошо, Дмитрий, а вы? Ну, я о себе уже много рассказал. Ну, давайте еще. Но я еще начал заниматься даже в школе, с 8 класса вроде бы, или с 9. Начал ездить от школы на различные соревнования, это вонзированные кроссы и слеты. После чего поступил в колледж и начал заниматься на профессиональном уровне. Съездил один раз на полевые сборы, где сдал на берет. Ну, и после этого начал хорошо, интенсивно заниматься, тренироваться. И хорошо получается. Парни, скажите, а какие у вас планы? Будете ли вы свою жизнь связывать с военной деятельностью? Или вы все-таки как хобби, а выберете профессию совсем другую? Время покажет. Сейчас вам сколько лет? Мне? 17 лет. 17 лет. Вы еще учитесь в школе, да? И тем не менее в колледже. Вы уже учитесь в колледже. Да, да. Ну, вы еще думаете о том, что как карта ляжет, да? Да, да. Вы точно так же. Да, да. И вы. Ну, мне 18, и меня уже как бы этот… Дима уже готов. Да, я готов. Но сначала отучиться. Сначала отучиться. Ну, в данный момент наши курсанты, вот ВПК-разведчик, уже служат. Один даже отслужил, недавно пришел с армии. И трое до сих пор служат вот в данный момент, а, даже четверо показывают хорошие результаты, лучшие в своем деле и даже учат чему-то. А вот те, кто сейчас смотрит нас на экранах телевизора и также хотели бы попасть к вам в военно-патриотический клуб, что бы вы могли бы им сказать и, может быть, скажете адрес, куда им обратиться? Да, у нас в Кустанайске сельскохозяйственный колледж, который находится в поселке Затобольск, мы там тренируемся, у нас там как бы база, клуб. Ну, можете туда приходить в любое время и вступать в наш клуб. И вы будете не только, так скажем, да, уже уметь какие-то специи, так скажем, движения и так далее, но и станете победителями различных конкурсов. Вы очень разнообразны. И тем не менее, ребят, хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам в студию, рассказали об этом конкурсе, рассказали о своей деятельности. На самом деле, для мужчин все-таки нужно уметь не только постоять за себя, за свою родину и проявить какую-то креативность. На самом деле, это очень правильно. Ну и хотелось бы услышать от вас пару пожеланий. Наверное, начнем с Олега. Можно спросить, какие пожелания? Доброго утра! Доброго утра! Да, что бы вы хотели сказать сегодняшним днем нашим кустанайцам? Ну, я хочу пожелать, чтобы каждое утро начиналось с хорошим. И с чашечки кофе, наверное. Отличное пожелание. Даниэль? Занимайтесь спортом. Утро было хорошее. С тобой было настроение. Олег? Дмитрий? Закаляйтесь, будьте патриотами своей страны, занимайтесь спортом. Это очень важно в жизни. Ну и все, наверное. Отличные пожелания от наших победителей. Надеюсь, что у наших телезрителей как раз-таки зарядились энергией от наших ребят. Поэтому не привлечайтесь. В скором времени мы продолжим наш прямой эфир. Спасибо и удачи вам, ребят. Овны, сегодня получится расслабиться и провести время в приятной компании. И будет лучше, если она окажется немногочисленной. Тельцы, присоединяйтесь к проекту коллег. Это многому научит, и вам будут обеспечены яркие впечатления. Близнецы, будут продолжать продвигаться к задуманной цели. Важно не забывать соблюдать установленные правила. Раки, ваш опыт вам пригодится. Вы многое знаете и умеете. Постарайтесь передать это только что пришедшим на работу новичкам. Львы, не слушайте то, что о вас говорят другие. Девы, события сегодняшнего дня составят взглянуть на себя и свою жизнь со стороны. Весы, в работе будьте решительны, упрямы и настойчивы. Если вам чего-то не хватает, говорите об этом прямо. Скорпионам предстоит сотрудничество с человеком, о котором вы пока знаете явно недостаточно. Но его опыт и профессионализм вам помогут. Стрельцы, порадуйте своих близких доставлять удовольствие им, а не себе. И не бойтесь при этом выглядеть странно. Козерогам будет полезным отсутствие правил, которым вы обычно руководствуетесь. Вас ожидают большие перемены. Водолеи, вы почувствуете себя хозяином положения, и вам это понравится. Рыбы, вы можете пожалеть, что оказались от совместного проекта или отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Мы сегодня познакомились с различными нашими гостями. К нам в студию пришли ребята из клуба веселых и находчивых. Вы рассказали о своей деятельности, о том, что уже прошел четверть финала. И в скором времени мы узнаем победителей все-таки лиги КВН «Достар». Поэтому, дорогие друзья, все те, кто любят как раз-таки такие мероприятия, могут посетить уже финал. То есть там уже говорится о том, что будут какие-то отборные шутки. И самые лучшие команды порадуют наших телезрителей и зрителей поочию. Также у нас сегодня в гостях были ребята-победители, участники. То был стар фестиваль конкурса. Девушка, так скажем, действительно сильная девушка, показала то, как она умеет джонглировать тяжелыми предметами. То есть это гирями. Также пришли ребята из военно-патриотического клуба «Разведчик». Они рассказали о том, что они стали победителями этого конкурса. О том, что они делали на сцене и какими трюками они умеют все-таки владеть. И также мы сегодня услышали правильные ответы нашей викторины. Но тем не менее, на первый, который являлся таким вопросом, кто стал автором афоризма «Высокие ожидания ключу успеху». Были также люди, которые дозвонились, но тем не менее, мы правильные ответы с Багдатом не услышали. Ну а тем не менее, нам все-таки удалось выявить победителя нашей сегодняшней викторины. Ее зовут Гульшат. Это постоянно наши телезрители. Вопрос был таким. Назовите самую быструю вязальщицу в мире. Самая быстрая вязальщица в мире является Мириам Тиггельс из Нидерландов. Верите или нет, но она за одну минуту может провязать целых 118 петель. Вот такой вот рекорд. Поэтому поздравляем нашу телезрительницу Гульшат. И мой замечательный коллега Багдат Тоблбай. Жақсылықтар жүзкенше күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңызар. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok